Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень большой резонанс вызвали видеоролики, посвященные энергетической накачке картин. Мы сегодня продолжаем вместе с вами эту публикацию. Сегодня у нас с вами на очереди великолепный художник Виктор Михайлович Васнецов. Мой любимый художник и вольная копия картины Васнецова «Три богатыря» или по-иному «Богатыри» сегодня мы с вами разбираем. Вот вольная копия сзади меня находится, вы можете ее видеть. Я буду говорить только лишь о тех картинках, которые я воспроизвожу сам, посредством своей кисти. То есть, конечно же, снимаю определенную информацию художника оригинала, то есть непосредственно Васнецова, и добавляю свою информацию. Вот о воздействии на психику людей, о воздействии афоновой информации от этих картин у нас сегодня, пожалуй, об этом и пойдет речь. То есть, мы главное должны понимать, что любые предметы искусства, тем более, если это предметы высокого искусства, классификация опять же моя, посмотрите, до этого в роликах я объяснял эту классификацию, любые предметы высокого искусства, высокого классического искусства, они являются очень мощными генераторами положительной энергии. Конечно, не все положительные энергии заряжены, есть и отрицательные, но мы с Вами смотрим лишь только те, которые создают жизнеутверждающую позицию у человека, которые привносят еще больше жизненной энергии человеку, непосредственно любующимся этой картиной. И Вы должны понимать, что прежде чем у себя в интерьере установить определенную картину, Вы должны видеть, как она фонит, Вы должны знать, какая информация была в ней закодирована. Это очень легко делается, когда Вы подключаетесь к Эгрегорам. И эта картина, она может либо вызывать в Вас больше энергии, либо наоборот оттягивать. И вот творчество русских художников, 19 век художников-передвижников, оно часто касается, если мы говорим про такого великого художника, как Вознецова, оно часто касается именно мощной народной энергетики, мощнейших напластований истории нашего народа, которые заключены в эту картину. И воздействие, конечно, на русскоязычного человека намного сильнее происходит, чем воздействие на англоговорящего и не имеющего отношения к русской культуре человеку. Конечно же, русскому человеку близко общество с Вознецовым, общество, я имею в виду, конечно же, с духовной сферой. И мы сегодня говорим о величайшей картине, на которую Вознецов потратил не меньше 11 лет своей жизни. Вот представьте себе, для того, чтобы написать это полотно. Я написал небольшую мини-копию, вольную копию, вольную интерпретацию, и сейчас мы ее рассмотрим более подробно, поговорим именно о ней. Картина Виктора Михайловича Вознецова «Богатыри» по праву считается настоящим народным шедевром и символом отечественного искусства. Создавалась картина во второй половине 19 века, когда среди русских художников была очень популярна тема народной культуры, русского фольклора. Для многих художников это увлечение оказалось кратковременным, но у Вознецова народная фольклорная тематика стала основой всего творчества. На картине «Богатыри» изображены три русских богатыря – Илья Муромец, Добрыни Никитич и Алёжа Попович – знаменитые герои народных блин. Исполинские фигуры богатырей и их коней, расположенные на переднем плане картины, символизируют силу и мощь русского народа. Над созданием этой картины художник работал почти 30 лет. В 1871 году был создан первый набросок сюжета в карандаше, и с тех пор художник увлекся идеей создания этой картины. В 1876 году был сделан знаменитый эскиз с уже найденной основой композиционного решения. Работа над самой картиной длилась с 1881 по 1898 год. Готовая картина была куплена Третьяковым, и до сих пор она украшает государственную Третьяковскую галерею в Москве. В центре картины изображен Илья Муромец, народный любимец, герой русских блин. Не всем известно, что Илья Муромец не сказочный персонаж, а реальное историческое лицо. История его жизни и ратных подвигов – это реальное событие. Впоследствии, закончив свои труды по охране родины, он стал монахом Киева-Печорского монастыря. Был причислен к рику святых. Воснецов эти факты знал, создавая образ Ильи Муромца, «Матер человек Илья Муромец», – говорит Былина. А на картине Воснецова мы видим могучего воина, и притом бесхитростного открытого человека. В нем сочетается исполинская сила и великодушие. «А конь под Ильею – лютый зверь», – продолжает сказание. Мощная фигура коня, изображенного на картине с массивной металлической цепью, вместо упряжки свидетельствует об этом. Добрыня Никитич по народным преданиям был очень образованным и мужественным человеком. С его личностью связано много чудес. Например, заговоренная броня на его плечах, волшебный меч, кладенец. Добрыня изображен таким, как и в Былинах, величавым, с тонкими благородными чертами лица, подчеркивающими его культурность, образованность, решительно вынимающий меч из ножен, с готовностью броситься в бой, защищая свою родину. Алеша Попович по сравнению с товарищами молот из строя. Он изображен с луком и стрелами в руках, но припрекленные к седлу гусли свидетельствуют о том, что он не только бесстрашный воин, но и гусляр, песенник, весельчак. В картине много таких деталей, которые характеризуют образы ее персонажей. Упряжки коней, одежда амуниция – невымышленные. Такие образцы художник видел в музеях и читал их описание в исторической литературе. Художник мастерски передает состояние природы, как бы предвещающее наступление опасности, но богатыри представляют собой надежную и мощную силу защитников родной земли. Эта картина прекрасна во всех интерьерах, естественно, она очень близка русскоговорящим людям, и она будет подключать вас к русскому эгрегору рода, который мощно будет воздействовать на всю вашу семью. Находясь в одной квартире, воздействие эгрегорное будет обусловлено прекрасным настроением, самочувствием и воодушевляющей энергией жизни.